Она соответствует местным писаниям, которые мы будем сейчас читать. Я хочу зачитать, ну перед этим, как я зачитаю, немножечко введу в контекст, потому что очень важно понимать сам контекст, когда мы рассуждаем о Слове Божьем. Это деяние апостолов, 16 глава. Значит, перед этим апостол Павел, он приходит в Филиппы с учениками, и начиная учить в субботу в храме, на проповедь Евангелия кается одна очень знатная женщина того времени, жительница этого города, Лидия, и она занималась бизнесом, у нее был очень большой бизнес, она торговала по границе, успешно у нее все получалось, и она покаялась весь дом ее, и она пригласила учеников жить у нее в доме, и ученики откликнулись на это и жили у нее. И вот когда они выходили, шли в храм, то написано, что одна женщина прорицательного духа, то есть она возвещала будущее, она шла вслед за ними и говорила, что люди это рабы Бога Всевышнего, и они возвещают о спасении, и она это делала много дней, и постоянно за ними ходила. И апостола Павла немножко это вывела из равновесия, и он запретил этому духу говорить, и дух вышел из нее. И люди, на которых работала эта женщина, которые имели зыск с этого, бизнес, на прошлый раз мы об этом говорили, что это неплохой бизнес, когда инвалиды вывозят, деньги, в принципе, это тот же самый бизнес. И эти люди увидели, что они потеряли доход, они возмутили людей, они взяли лжесвидетельство о них, говорят, что они возмущают, они не говорят, что мы потеряли доход этого бизнеса, они, ну, как правило, как обычно, детей Божьих всегда обречают лжесвидетельством, всегда обвиняя их этим, находя всякие разные причины, но суть не в этом. И мы видим, что их привели к стражам, да, и стражи, услышав все это, они приказали бить их и посадить темницу. И вот с 23 стиха я хочу прочитать. «Идав и много ударов, вергли в темницу, он приказал темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебались основания темницы. Тот час отворились все двери, и узы у всех ослабли». Темничный страж, пробудившись и увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу из силы. И, выведя их, он сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их, то час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, применяя им в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Вот такое обращение темничного стража, да. Вот эта иллюстрация, которая произошла около двух тысяч лет назад. Мы на нее смотрим сегодня глазами веры, да. И, как бы, мы понимаем этот исторический фон, как это все происходило, да. Может, кто-то глазами веры видит эту тюрьму, да, эту одежду, этого стража, да, апостола, да. Это нормально. Но у нас должна быть визуализация, да, потому что, ну, мы смотрим художество и фильмы, исторические, христианские, да, и у нас вот что-то вот здесь вот у нас визуализируется, когда мы читаем такие события, и, безусловно, они влияют на нас, да, потому что то, что произошло, оно, ну, на самом деле, очень-очень большое событие вообще в христианском мире, которое на будущее, да, ну, дал вот это основание провозглашать эту истину. Но об этой истине я немножечко еще дальше хочу уточнить, потому что я до конца ее не понимал. Просто говорил так, как вот оно звучит. Но в самом сути я еще не понимал. Смотрите, какие обстоятельства, ну, не совсем, давайте скажем так, не совсем хорошие обстоятельства, да, были у Павла и у Силы, да. Ну, не совсем хорошие обстоятельства, да. Где они оказались? Они оказались в темнице, да. А прежде чем они оказались в темнице, что с ними произошло? Подбили. Их били, да, их подбили. И не просто подбили, а били палками, да. Вы представляете, да, что такое палками бить, да. Это не так, как в детстве, как меня там ремнем папа портупее хлопал, да, или там ризочкой, а палка, вот палка, да, вот они подбиты палкой, да. Ну, и еще тут один такой момент, как бы тоже важный. Почему? Потому что, получив такое приказание, этот страж, он вернул их во внутреннюю темницу, да, то есть это еще было какое-то особенное место, да. Это не просто были темничные комнаты, да, а это такие были там подвальные помещения. И вот он их там запер и забил их ноги в колоды, да. То есть это вот такая колода была, в ней такие две выемки, и очень широко были раздвинуты ноги, и сверху такой же колодой накрывалось, и оно давало такую боль ногам, да, и вот они были вот так вот лежали, руки там в цепях, ноги забиты в колоду. Состояние, да, вот их состояние, вот какие обстоятельства, да. И что они делали в этих обстоятельствах? Ну, что людям делать в этих обстоятельствах? Скивал. Да. А что им давало, что их вдохновляло, что их ободряло, что им давало силы вот вести себя так? Дух Святой. Сверли ответственные силы. Ну, да, ну это такой уже ответ, знаете, более такого зрелого христианина. Очень правильный, да, я сказал бы, да. Это очень правильный ответ. Ну, что их, ну, просто своими словами, что их вдохновляло, что им давало силы вот молиться и петь в таких обстоятельствах. Мало того, что быть побитыми, да, это не просто, когда бьет палками, то были рассечения, бежала кровь, они были опухшие, то есть эти удары, синяки, ну, это больно, да. Кто там связан с спортом или кто там может быть какой-то жизнью своей, где-то в каких-то ситуациях, да. Получал, он понимает, что это такое, да, что ходишь там, примачиваешь, там оно все болит, не повернулся, не встать не можешь, да. Это нормальное, да, такое состояние побитого человека. И, безусловно, им давало вот это ободрение, да, вдохновление. Ну, конечно, на горной пропове, да, то есть Христоса. Легко любить тогда, когда любят тебя, да. Легко благословлять тогда, когда благословляют тебя, да. Ну, это обычно, да. Но необычно отвечать добром на зло. Необычно молиться за обижающих тебя. Ну, необычно благословлять проклинающих тебя. Ну, вот это необычно, да. И, безусловно, люди, которые там сидели, они видели, они смотрели. Там же не только Павел и Силов был, да. Мы еще видим из этого письма, что там были узники, да, которые находились. То есть они это все видели, они все это слышали. И если бы они стонали, как, ну, любой другой человек, получивший такие увечья от боли, там, да, там, схлипывали, стонали. Ну, это бы произвело какое-то впечатление на этих людей? Нет, потому что это обычное состояние, да. А на них реально произвело впечатление, потому что они вели себя необычно. И мы, как христиане, мы призваны к этому необычному для того, чтобы влиять на этот мир. Для того, чтобы не жить по принципам этого мира, а жить по принципам Нагорной проповеди. Вот это изменяет сердца. Вот это только может изменить сердца сегодня. И мы к этому призваны, Господь нас к этому призывает. Вы знаете, на самом деле, очень глубокое место, очень глубокое место. И также мы еще видим, что дальше произошло, да. И после того, как они молились и воспевали Господа, что произошло дальше? Произошло что? Что-то потряслось, да. Мне кажется, что это потрясение было не просто, да, ну вот как землетрясение, да. Это было потрясение самого присутствия Бога в этой ситуации, да. Когда люди молились, когда они славили, находясь вот таких опушек, подбитых, да, в состоянии. Они просто восхваляли Бога. И просто земля вот эта вся, вот это, ну все встряслось, да. И что произошло? Отворились двери, да, и ослабились ихния оковы. Но они стали свободны. Они были освобождены. Представьте, как это повлияло на этих узников, да, которые сидели, да. Казалось бы, узники, которые сидят в темницах, жаждущие свободы, да. Ну все, вот открылись двери оковы у тебя, скинули, что делать? Убегай, да, беги, да, вот твоя свобода. Но они понимали, что свобода, она не воткова, да. Свобода, она в чем-то другом, да, абсолютно в чем-то другом. И когда мы видим темничного стража, когда он пробудившись, да, в какой-то момент он заснул, да, в какой-то момент заснул, но он слышал молитв, он слышал песнопение, но вот он в какой-то момент заснул. И вот после этого землетрясения он просыпается, он видит все это произошедшее, да. Он просто падает в стопор в ужас. И что он, он даже, ну, что у него приходит сразу в мысль? Убить себя, да, просто убить себя. Почему? Потому что в то время, когда убегал узник, да, то за него должен был пострадать тот страж, который его стрелил. И в 12 главе, между прочим, когда ангел Господень в аналогичной же ситуации вывел Петра из темницы, да, то что сказано? Что Ирод, не нашедший его, что там, казнил узников, да. То есть смерть получили узники из-за того, что узник убежал. И эта же ситуация, эти же обстоятельства, они говорили о том, что его тоже, ну, убьют. И он как бы не пожелал такой, можно сказать, позорной смерти. Он хотел сам себя, да, ну, вертвить, да. Ну, и тут голос Павла, да, он что говорит, что, он громкий голос, как он сказал, говоря, не делай себе ничего, да, потому что все мы здесь. И этот страж, он не верит тому, что происходит, он говорит, дайте мне огня. И вбегает, да, в эту темницу, видя, что все сидят на месте. То есть, ну, он как бы спасен, да, ну, так. И он припадает к ногам, да, припадает к ногам апостолов и говорит, что мне делать, чтобы спастись. Вот этот вопрос, да, этот вопрос предвечный, да, этот вопрос каждый день звучит сегодня в присутствии Бога у многих людей, поверьте, у многих людей. На самом деле, кто такой был страж? Кто это был? Кем он был вообще? Это был уважаемый грех, да. Он имел определенный статус, это был не бедный человек, он ни в чем не нуждался, он был на гособеспечении. То есть, вот эта тюрьма, это был как бы его дом, да, он служил там, да, то есть первый этаж и подвал, это была тюрьма, а на верхнем этаже жила его семья. Да, это как бы, он получал зарплату, он был на гособеспечении, это его работа была, ну, все было хорошо, все было прекрасно. Ну, о каком спасении ему говорить, да? Ну, у него как бы все было, ну, все было в шоколаде, как говорится, да, но что вообще здесь происходит, да, что происходит? О каком спасении он говорил? Ну, я не думаю, что он говорил, что что мне делать, чтобы завязать опять руки, да, опять забить в колоды, опять, ну, не об этом спасении абсолютно он говорил, да, потому что то, что происходило, оно произвело огромное влияние на его сердце. Мы видим, что потрясли сердца не только узникам, но и всех присутствующих, да, вот из-за этой ситуации. И дальше очень такой важный момент, он понимал, что кто эти люди, да, и что вообще произошло, каким-то образом сверхъестественным произошло, да, и он говорит, что мне делать, чтобы спасти? Конечно, он говорил о спасении, души о спасении сердца, потому что то время, которое проводили там ученики апостолы, они проповедовали Евангелие, да, и поэтому эта прорисательница, она говорит, что это роды Бога Всевышнего, они возглашают о спасении. То есть слово спасение, оно уже где-то вот здесь звучало в их сердцах, да, но люди не могли понимать, спасение от чего, да, и Евангелие четко говорило, чего нужно спасение, да, от греха, принятие веры в Христа в свое сердце, поклоняться Ему, жить, служить, жить Евангелием. И дальше мы видим также, что почему Павел не воспользовался тоже самоубийством, тоже очень такой важный момент, почему Павел не воспользовался, ну, как бы он видит, что он, да, вот он убьет себя, и они спокойно выйдут и убегут, да, Ну, почему он этого не захотел? Потому что в этом бы моменте никто не признал бы Божьего влияния, да, Божьего присутствия, Божьего действия в этой ситуации, да, Павел не мог допустить этого, да, он понимал, что это Господь это все делал, и поэтому он ни в коем случае не дал его убить, да, и мы видим даже, что не только Павел не убежал, но и ни один узник не убежал, потому что если даже другой бы узник убежал, да, то ему все равно он надлежал умереть. Вот эта ситуация, она тоже говорит о том, что это было Божье провидение, да, оно было необходимо для всех участников, конечно, главный герой здесь страж, да, но для всех участников это произвело, ну, просто огромное, потрясающее вот это впечатление, и даже для самих апостолов это было еще больше утверждение, да, для того, чтобы Бог с ними, да, будьте уверены, да, что вас Господь даже из темницы может спасти, да, вот это просто, это, ну, мы сегодня говорим об этом, но люди, которые это прожили, и христианин, которые действительно на это смотрят глазами веры, как это все происходило, это просто, да, ну, это фантастика, это из области фантастики. В ситуации с Петром, да, когда ангел вывел Петра, когда он подошел к воротам, стучи, служанка, услышал только голос, она не пошла бегом открывать, а убежала в дом и говорит, слушайте, там Петр стоит, они братья, да, не может быть, да, что, да, и пока они там общались, а он продолжает там еще стучать на улице, да, но это просто такие, когда они открыли эти ворота, увидели Петра, они просто изумлялись, восхищались, но Петр говорит, тихо, тихо, не кричите, все нормально, и вот, ну, это просто сверхъестественное, Бог наш, он сегодня такой же, он не изменился, вы понимаете, он меняет судьбы людей, он хочет приехать, он хочет изменять, но он хочет, чтобы люди были податливы, чтобы они открывали свои сердца, не закрывались, да, потому что открытое сердце только плодотворно для посева Евангелия, да, и для возрастания вот этой силы в Господе, очень важно этот момент тоже понимать, смотрите, еще такой момент, я хотел бы тоже на это поставить, вот такой, как бы, ну, просто затронуть это, страш, он припал к ногам, да, ну, он припал к ногам, поклонился, говорит, Государе, да, вот Государе мои, смотрите, в этой ситуации, где в других ситуациях, где обжерцвляли апостола, да, они говорили, нет, слава только Господу, да, мы обычные люди, мы инструмент его как Бога, но в данной ситуации, вот, это, такой момент почтения, он был обычный в то время, ну, очень, особенно для римлян, он вообще был обыкновенным, да, когда преподали, да, когда о чем-то ты хочешь попросить, или о чем-то, моля о прощении кого-то, да, они просто преподали к ногам и умоляли и просили, там, того, кого они хотели просить, и так было нормально, то есть в этой ситуации, Божья слава, она не умничижилась ни в коем случае, да, и апостольская гордость не поднялась, нет, то есть они четко понимали, что этот человек, он склоняется перед Господом, да, и в ожидании получить то, что он хотел получить в своем сердце. Безусловно, что спасение, оно очень важно, вообще, судность Евангелия, это спасение, да, Христос и пришел для того, чтобы спасти, да, чтобы спасти, но вот это место, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Вы знаете, я обычно всегда закидал это, но это истина, да, вот ты ничего не отнимешь и ничего не добавишь, да, но она не всегда работает, и ее только может понять тот, кто действительно прошел вот такой путь, и который сам склонился и говорит, Господи, все, что мне делать, чтобы спастись, и тогда она работает. Очень хорошая иллюстрация из жизни, просто, вот она к этому моменту очень хорошо подходит. Один человек, он такой злостный наркоман, у него была мама, она была верующая, у него была семья, жена, там, сестры, дети у него были, ну, очень такая семья. А впоследствии они все пришли к Господу, все абсолютно. Ну, вы знаете поведение наркомана, да, ему все время надо деньги для того, чтобы купить и получить эту дозу. И он приходит уже просто в таком отчаянии, уже истративший все, потерявший работу там, друзей, все остальное, приходит к маме и говорит, Мама, ну, не могу просто, ну, помоги мне, мама, говорю, ни с чем не могу помочь, могу только молиться. Ну, хорошо, молись, ну, а может хоть сто рублей, но не дай, только молиться, максимум, что я могу только молиться за тебя. И что происходило? Когда мама молилась, ему становилось легче. Он постоянно приходил, просил о молитве, да, его никто не говорил, что ты грешник, покайся. Его все любили, да, там, жена, там, все за него молились, он где-то пропадал, он не начал дома, где-то там вечно каких-то проблемах он был. А все продолжали молиться. Когда ему было плохо, он понимал, что денег не получит, но хоть ему легче станет. Он приходил, мама молилась, ему становилось легче, и таким образом вот это все происходило. И однажды вот он приходит и говорит, мама, что мне нужно делать, чтобы спасти? И вот как раз вот эти слова говорят, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и спасешься дом твой. Я вам даже больше скажу, что мама присадила его на молитву, да, вот как бы таким термином она просто присадила его на молитву. Он понимал, да, он уже был завидан, он понимал, что ему плохо. Он приходит, мама молится, ему легче становится. Он, вот, вот это такая связь, она привлекла к тому, что его жизнь, она изменилась. И вот только вот это состояние, оно дает человеку полностью осознать, да, где он находится, в каких обстоятельствах, и кто из этих обстоятельств может ему помочь, да, кто его может вынести, от кого спасение он реально может получить. Иногда мы торопим события, когда мы вот этот стих забрасываем вот просто каким-то, да, ты грешник, покайся, вот смотри, вот ты уверуй, весь дом и вся семья твоя. А он не чувствует ничего, да, и у него все хорошо, да, у него как бы нет проблем, он не нуждается еще в этом спасении. Он не понял вообще того состояния, да, в котором он находится сейчас без Христа. И вот этот момент, он тоже очень важный, что это место, оно звучит только тогда, когда человек пройдет определенное обстоятельство, да. И больше того, мы говорили об этом, да, что этот человек, он ни в чем не нуждался, он не был таким отпетым грешником, да. Он был нормальным, это он был статусным человеком, даже так можно сказать, да, страж, ну, но вот он ощутил в своем сердце, что он нуждается в спасении, да. Он понял, что спасение только в Господе и от него. И больше того, он, что он делает дальше, да, он принимает Евангелие, да, потому что сказано, что и предоповедовали Слово ему и всем бывшим в доме его. Он принял это Евангелие, его сердце было готово принять Евангелие. Вот эти обстоятельства, которые пришли в его жизнь, да, вот это потрясение, да, вот где вот эти основы потряслись вот этого дома, да, вот это все, основы его сердца потряслись из происшедшего, да. И вот оно было готово принять это Евангелие, принять это спасение. Он нуждался в этом, да, он призывал и прославил о том, чтобы получить это спасение. И на самом деле мы видим, что прося спасение только себе, да, спасение получает вся его семья. Почему? Потому что они видят уже измененную его жизнь, да, после проповеди Евангелия. Мы видим, что происходит дальше, что он приводит их в дом свой, да, он умывает их раны. Ну о чем это говорит? Что они действительно были, ну, в таком критичном состоянии. Были потеки, крови, ну, это были ужасные, была их не состоящая. Порванная одежда, да, он берет их в дом, он их омывает, семья это видит, да, они смотрят на это все, что подожди, папа вроде бы тут их закалывал в колоды, а тут такое вот изменение произошло, да. Вот Евангелие, оно плодотворно касается тогда, когда реально измененная жизнь христианина, она видна, да. Когда не просто она на словах где-то, а вот эта нагорная проповедь, она только в силе изменять сердца. Когда ты будешь поступать не так, как поступает этот мир, да, а как учит нас поступать Евангелие, как учит поступать Христос. И мы видим, что и весь дом его крестился, да, вся семья, они пришли к Господу. И вот эта радость спасения, она ничем не заменима, ее ничем не, ну, она просто ни с чем не сравнима и ни с чем не заменима. Я уже когда-то, может быть, в прошлый раз говорил, кто последний раз радовался о своем спасении? Ну, действительно, искренне радовался о своем спасении, которое он получил от Господа. Может, кто-то 20 лет назад, кто-то 15 лет назад. Это очень важно это понимать, да, и ценить то, что мы получили от Господа, и дорожить этим, да, и ни в коем случае не обесценить это в своей жизни какими-то своими поступками, делами, мыслями, да, каким-то эгоизмом своим. Это очень страшно так поступать и так относиться к спасению, которое мы получили от Господа. Радость – это действительно, это особое благо, да, получаемое нами через веру, да, то есть вера наша, она приводит нас к этой полноценной радости. Мы верим в то, что мы получили спасение от Господа, и эта вера, она изменяет всю нашу жизнь абсолютно. И оно приводит нам твердую уверенность, да, в спасении, да, в том, что мы получили от Господа. И это очень важно это понимать. Друзья мои, на этом все, мы остановимся. Хотел подчеркнуть пару моментов, да, очень важного, очень много еще можно говорить. Это очень хорошее, глубокое место для размышления. Но смотрите, какие обстоятельства привели, не очень хорошие, да, а что через эти обстоятельства сделал Господь, да, через апостола, да. Он спас, да, Он потрес сердца всех присутствующих там. И жизнь христианина, который живет принципу Христа, да, он просто неизбежно изменяет жизни других людей, потому что по-другому Бог не действует. Он сегодня действует через церковь, через нас. И вот наша Нагорная проповедь, наша жизнь, она влияет сегодня на тех людей, которые нас окружают. Пусть Господь вас благословит в этом, и всех нас понимает, и действительно подчиниться, подкориться под Его волю и жить в Евангелии Нагорной проповеди. За всю нашу Господу слава. Слава Богу. Спасибо большое. Друзья, хорошее размышление, есть о чем подумать. У нас, опять же таки, традиционно, видите, у нас традиционно-нетрадиционная форма служения, если вы уже заметили, традиционно-нетрадиционно. Почему? Потому что мы больше хотим общаться с вами, мы хотим больше размышлять вместе. То есть, я верю, что церковь – это живые люди, это живые камни. Но они живые, потому что они общаются, они делятся, они говорят друг с другом. Смотрите, какая сейчас у нас будет задача. Значит, мы уже сделали небольшой пересказ. Первый вопрос. Повернитесь друг к другу по два человека. Значит, есть первый вопрос. Что сделал Бог и апостол? Я сейчас, у вас сейчас в группе нашей, общей церковной группе, есть библейский текст. И тезисы, вывести тезисы. Что конкретно сделал Бог и что сделали апостолы в этой истории. Я засекаю три минутки, и мы сейчас поделимся. Да, пожалуйста. Друзья, давайте начнем делиться, да? Что сделал Бог и апостолы? Кто хотел бы начать? Пожалуйста, друзья, кто хотел бы начать? Все, тишина, 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 тишина. Всем спасибо, все молодцы, хорошо работаем. Если я вас не могу остановить, это хороший знак. Кто хотел бы начать? Тезис, что сделал Бог и апостолы вот в этой истории? Что мы узнаем здесь? Пожалуйста, Вера. Бог освободил опослов от суда. Освободил. Из темницы. Из темницы, да. То есть произошло землетрясение, да? Да, чудо. И упали кандалы. Это было сначала. Сначала Бог вообще допустил, что их побили. Абсолютно верно. Причем, знаете, как побили? Я обратил внимание, велели бить палками и дав им много ударов. Не просто один раз там, а там хорошо прилетел. Да, да, Бог допустил эти обстоятельства? Да. Еще, пожалуйста. Хорошо. Что еще сделал Бог и апостолы? Давайте о Боге, может, кто-то об апостолах. Пожалуйста. А как зовут тебя, прошу? Ева. Ева, пожалуйста, Ева. Бог через апостолы спас сторону. О, да. Да, Бог спас тоже через апостолы. Короче, тогда они получили из-за этого апостола, из-за этого страшного. Они были классными. Ну, повели их только для того, чтобы спасла одна душа. Она там не была. Да, она душа. Вот она. Хорошо, еще, друзья, пожалуйста, молодцы, отлично. Еще, пожалуйста, что мы узнаем о том, что сделал Бог и апостолы в этой истории? Ну, вообще классно. Ну, Бог, допустим, страдали такие нереальные. И все началось из того, что их правильная реакция была. Ну, сидели бы они там встанали и... Ой, у меня здесь, блин. А меня здесь. Ну, все. А меня больше. А меня больше. Вы понимаете? Если бы, да, если бы у них реакция была неправильная, все остальное бы следовало. Там русики слушали, страж, все остальное. Даже история разворачивалась по их реакции. Благодаря, как они были добирающие люди, они просили апостолику. Самое интересное, смотрите, в этой истории, знаете, что самое интересное? Их побили не за плохое дело, а за хорошее. А это еще обиднее вдвойне. Когда ты делаешь человеку хорошую вещь, он тебе еще за это на тебе. Так они могли вообще на Бога обидеться. Мы тут Богу служим, понимаешь, проповедуем. Нас тут тянут в эту темницу, лупят нас палками, еще кидают туда и еще в это. За что? Понимаете? А вот, да, Анечка хорошую мысль сказала, благодаря тому, что была правильная реакция у них на это. То есть они сделали какое решение? Умолиться и прославить Бога. И написано, что другие люди слышали это. Они, узники, слушали это. И для узников это странно. Ничего себе, тут их побили, кинули, они еще поют. Какие-то, ну, что вообще происходит. Еще, друзья, пожалуйста, что мы еще в этой истории узнаем о Боге и об апостолах? Я могу не сказать. Пожалуйста. Я могу ошибаться от Бога, если не ошибаюсь. Самое благоприятное сердце для Бога это сокрушенное сердце. Тут максимально все подстражено. Получается, узники как бы освобождены, он максимально сокрушен, потому что понимаешь, что вся ответственность на них общая. Мы про стражу еще поговорим. Не, 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 не. Еще мы поговорим, не спеши. Не спеши, дорогой. Да, да, да. А, Бог, я просто... Ты запомни. Получается, что он слабый. Да, только он слабый. Смотрите, если до этого, ты говоришь, что в 12 веке прошлый ангел спас Павла, а тут получается, что апостолы мимо не прошли этот страж. Потому что они понимали, в каком состоянии он сейчас. Да. Теперь смотрите. А вы знаете, что этот страж, он как раз и казаковал такого. Да. И написано Верглум. Знаете, что такое Верглум? Швырнув туда, в дальнюю пещеру. Ну, в эту темницу. Это не был такой, знаете, хороший человек, который сдавал дом при входе. Знаете, ну, проходите, может, вам еще кофе сделают. Нет, он просто... Он с ними был как с обычными... Он там знает кто там. У него все заключенные одинаковые, да? И по сути... Он, да, он их швырнул туда, в этот, он и заковал их в окон. Что могли бы сделать апостолы? А-а-а, ты нам так? А-а-а, мы сейчас тебе покажем. И все возникают, тихонько сидите, сейчас будет... Сейчас мы рассчитаемся с этим неверным, понимаешь? Они, представляете, не говорят, наоборот, они говорят, слушай, не делай себе ничего плохого. Не убивай себя. Хотя могли бы сказать, ну, да, пусть, давай, давай, посмотрим сейчас еще, как ты себя сейчас убиваешь. То есть, тут встречается вот эта небесная Божья природа, детей Божьих, да, которые любят своих врагов. Ну, на самом деле, это брак своего рода был, да? Хорошо, друзья, еще, смотрите, Павел громким голосом, 28 стих, не делай себе никакого зла. Потом, смотрите, апостолы, они говорят им, он будет спасение. Они могли бы промолчать. Говорят, ну, это спасение для правильных людей, для хороших. А он, так кажется, этим, он им открывает путь спасения. Вера в Господа Иисуса Христа, спастешься ты и весь дом твой. И проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим днем. Еще и проповедовали, еще всему дому проповедовали. Вот что сделали апостолы. И апостолы, они, как было уже правильно замечено, они не ушли с темницы. Они могли бы сказать, вау, вот это чудо, класс, мы, ребят, собираемся вообще, ну, идем. Нет, они сидели, они ждали, ну, они ждали разговора, на разговор. Хорошо, друзья, смотрите, следующий вопрос. Что мы узнаем о темничном стаже? Вот тут уже Яна. Можешь поделиться с Аней. Друзья, 2-3 минуты. Тезисы против темничного стажа. Очень важный персонаж. Очень важный. И поделимся потом уже результатами. Пожалуйста. Друзья, ну что, давайте будем делиться, хорошо, что мы узнаем о страже? Что мы узнаем о страже? Только давайте по одному тезису, чтобы не каждый, не кто-то один заняли все время, а по тезису. Мы о страже узнаем это, это, это и вот это. Давайте. Начнем с Яны. Давайте, тезис. Страж. Та-да-да-дам. Когда он проснулся? Спал на рабочем месте. Вот, пожалуйста. Ему было приказано охранять. Так. Он не справился с заданием. Он проснулся и хотел себя убить, из-за того, что... Он увидел, что он сбежал. Передницы раскрыты. Да. Так. Все, Ранечка, спасибо. Он хотел себя убить, потому что они подумали, что они сбежали. Но это здесь мне показывается чувство ответственности. Он понимал, что если сейчас убегает, он будет судить. Все. Да. Ну, то есть он понял, что все, ему конец. В общем. И он решил сам себя, так сказать, по японскому принципу, сделать себе, мягко говоря, характери. На рабочем месте, после сна. На самом деле, его еще охарактеризует то, что он был мужественным человеком. Потому что не каждый готов себя убить. Конечно. Он был сильный, мужественный, такой больный человек. Да. Потому что эту профессию не каждый полюбит и может ее взять на себя. Это ответственность. Ну, по сути, он не справился. И он как бы решил себя, так сказать... Ну, кстати, в тот момент можно было и деньгами откупиться, если что. Ну, то есть ситуация, она везде одинаковая. Ну, да. Хорошо, друзья. Что мы еще узнаем о страже? Ну, его интересовал вопрос спасения. Его интересовал вопрос спасения. Что еще, друзья? Пожалуйста. Подожди, а как его интересовался? Что он? А он задал вопрос. У него не был вопрос. Так, друзья. Все выражены. Он был впечатлен. Первый вопрос представлен. Да. Что мне делать, чтобы спасить? Все. Он понял, что он столкнулся с силой более могущественной, чем он сам. Все. И на земное происходило. Да. Абсолютно верно. Друзья, еще, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Спрашивайте ту сторону. Эта сторона, пожалуйста. Ваши тезисы. Это последний период. Можно я еще вопросы дам? Ну, тут, например, спастись не имеется в виду, спастись духовно или спастись свою жизнь? Вот какое тут вопрос? Ну, какое, что он тут имеет в виду? То есть, просто спасти, чтобы... Физически. Ну, я думаю, что все-таки ответ говорит о том, что он, наверное, говорил все-таки о духовном спасении. Потому что Павел, он, знаете, как это... Ну, часто ответ определяет вопрос. Да, то есть, если Павел говорил спастись физически, то, ну, ладно, можешь нас еще раз заковать в кандалы. И ты спасешься, тебя суть не будет. Ну, видите, он, Павел понял вопрос, он ему сразу уже четко дал ответ, о каком спасении идет речь. О вещьем спасении. Спасении души. Друзья, пожалуйста, ваше крыло, еще ваша часть. Там особенно сзади тоже ребята хорошо обсуждали. Смотрите, особенно обратите внимание с 29-го и ниже стиха. Что мы про темнища стража узнаем? Интересно, как он стал. Ну, я прошу прощения, для меня ужасен здесь не факт, это страшненько, а все-таки здесь больше именно отчаяния было. И для меня он именно понимал, насколько... Как он поступил здесь, он прекрасно, он создавал. И когда он ушел, соответственно, понимал суть происходящего. И здесь вот именно, когда произошел момент, что люди остались на месте, он понимал, что дальше вопрос только, как спастись. Здесь уже он доверяет свою женщину, потому что они его спасли уже физически, они его уже спасли. Отлично. Спасибо большое, Рома. Теперь, друзья, смотрите, давайте перемещаемся с 33-34 стихом. Здесь что мы узнаем о темнищном страже? 33-34 стихом, там Костик очень сильно что-то рассматривает в телефоне, он, видно, очень внимательно читает текст. А мы ноги, их раны, он им послужил. А там ноги написаны? Не ноги, раны, да. Раны, раны, раны. Извините, это я, это я, да, это я уже искажаю, уже отошел. Мы текст видим хорошо. Все, забирай слова и обратно. Раны. Он им начинает служить. Знаете, это очень интересно, когда человек сталкивается с Иисусом Христом, с реальностью Иисуса Христа и плодом покаяния, сейчас вы знаете, какими являются? Человек начинает служить. Он был в статусе, когда ему служили, а сейчас что? У него сокрушается сердце, он начинает служить кому? Своим узникам. Представляете, какое переменное мышление у человека происходит? Вот. И потом, смотрите, омыл раны, дальше что происходит? Он принимает крещение, если воздушно будет. Абсолютно. Немедленно принимает крещение. Он принимает решение посетить свою жизнь Богу. Все. Это вопрос даже не обсуждается. А может быть потом, а давайте, может, через год, а я посоветуюсь с семьей. А что про меня подумает мама, если я крещусь? Вообще речи нет. Все. Человек понял. Он пропащий. Ему нужен Спаситель. Он услышал проповедь. Кстати, было проповедь сначала. Он намыл раны, он крестился. Все. Вопрос решен. Точно. Еще и домашние крестились. Смотрите. И последний, 34 стих, какой был? Это плоды покаяния, кстати. 34 стих какой? Он привел домой. Накормил. Открыл свой дом. Он накормил их. Радовался и уверовал. И радовался, что уверовал. То есть, в прошедшем времени. То есть, это результат его веры. Результатом нашей веры какой должно быть? Результат веры. Служение. Мы служим людям. Даже тем людям, которые нам были неприятны когда-то. Представляете? Как Бог меняет сердце человека. Друзья, смотрите. Последний вопрос. Какой результат служения было по словам? Мы уже об этом много сейчас сказали. Буквально тезис. Какой результат? Смотрите. Ну, какой результат? Там многие крестились. Да. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взял их в тот же час ночи. И он имел раны их. И немедленно крестился сам и все домашними. Вы представляете? То есть, Бог создает определенную ситуацию в жизни человека. Неприятную, ужасную, просто ужасную ситуацию. Но правильное отношение апостола, которое доверяет Богу, привело к тому, что эта вся ситуация просто переворачивается в абсолютный плюс Царства Божьего. очень поучительная история для каждого из нас. Я думаю, для меня тем более. Я, знаете, когда задал вопрос, говорит, ну как вот они отреагировали? Ну не пели и молились. Я думаю, я, наверное, по-другому отреагировал на эту ситуацию. У меня другая была отреакция. Знаете, а если что-то не по мне, то есть, очень поучительная история. Но правильная реакция, правильная реакция приводит к правильным диблейским результатам, ну как бы Божьим. Поделитесь друг другу, пожалуйста, друг другу. Опять же, пожалуйста, говорите только про себя. Не говорите про соседа. Мы не страна советов. Мы не раздаем советы. Мы делимся друг с другом. Поделитесь, что вы знали новое и планируете исполнять своей христианской жизнью. Поделитесь. Две минутки буквально, пожалуйста. Друзья, у нас нет возможности выслушать всех. Друзья, братья и сестры, пожалуйста, внимание. Пожалуйста, внимание. Друзья, смотрите, у нас нет возможности всех выслушать. И это слава Богу. У нас сегодня много, и меня это радует. Мне сегодня перед служением задали вопрос. Сколько вы ожидаете людей? Я говорю, ну у меня вера на человек сто. Говорю, ну вот сколько Господь даст, пусть сколько и будет. Поэтому я очень рад всех вас видеть. Это очень ободряет. С другой стороны, смотрите, друзья, хотелось бы все-таки несколько человек услышать. Поделитесь, пожалуйста, двое-трое человек. Коротенькое такое вот наставление, которое вы получили. Я планирую исполнить вот это. Друзья, кто хотел бы поделиться, что вы планируете исполнить в вашей христианской жизни? Ну давайте на следующей неделе, может, и последующей неделе. Буквально одна идея. Мне открылась, мне коснулась. Даша, Игорь, да? Не, так я уже говорил. Принципе. Игорь. Да. Спасибо. Вы посмотрели, когда проповедистали. Для меня открылось такое. Я как бы сейчас в тексте почему-то у меня опять он вопрос. Как бы задал вопрос. Очень часто, когда люди из-за обижающих тебя, нужно молиться. И посылать им любовь, благодарность. И вот это вот меня сильно коснулось. И потом еще такое, что есть люди вокруг меня, которые не верят в Бога. С которыми ты так просто не поговоришь. А почему бы за них, за их проблему, просто не помолиться мне. Не обязательно с ними об этом поговорить. Отлично. Спасибо большое. Еще, пожалуйста, друзья. Пожалуйста, Игорь Негода. Ты живаешь за какое-то дело. А потом тебя из чего-то делают виноватую, несправедливо. Да? Там, астатарат. И все равно свой враг может стать двоим другом. Да. С теклом можно такое подняться отношения между вами. Отлично. Отлично. Не жаловаться, не ныть, не роптать. Отлично. Иди бы с собой. Что? Чтобы проявился человек. Поиграть на ускоренном институте. Да. Да. Спасибо большое. Еще кто-то хотел бы поделиться? Мне еще очень похоже на Веронику. Она говорит, чтобы отпустить контроль, у меня не портировать события. Ну, то есть, они же могли бы. Все, Денис, так говорю. Ребята, я жалову. Все, побежали. Так и не надо. Вот тут зарковали. Ну, то есть, не портировать. Дать Бог и возьмут ответы. Вот мне с этим тяжело. Я хочу собрать. Да. Отлично. 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 Друзья, у меня есть предложение помолиться. Сейчас у нас будет объявление. И в конце еще брат Ян помолится. Помолимся, да? За это. Что Господь нам дал. За нас всех Ян. Да. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе и поклоняемся Тебе. И благодарим Тебя за эту библейскую историю, за брата Игоря, который поделился тоже словом с нами, и данную возможность больше вникнуть в этот текст, за всех, кто размышляли, делились своими открытиями. Господи, благодарим Тебя, что Ты любишь нас, допускаешь в нашей жизни разные обстоятельства, и через них Ты хочешь прославиться, Господь, и явить свое могущество для людей, которые нас обожают. Господи, дай нам быть чуткими, мудрыми, и не спешить обижаться или каким-то образом возмущаться на те обстоятельства, которые у нас есть, но принимать их как от Тебя и ожидать от Тебя, Господь, чтобы Ты мог прославиться здесь. Дай нам вот это сердце молящееся и воспевающее, и радующееся, даже в тех обстоятельствах, где радоваться не хочется. Прошу, благослови Вас на предстоящую неделю, и все наше окружение, наши друзей, близких, знакомых, чтобы они видели в нас Твою любовь. Мы поклоняемся Тебе, наш любящий Бог Три Единый, Отец и Настой Дух. Аминь. Аминь.